Здравствуйте, дорогие друзья, зрители и подписчики проекта YouTube-канала InDubai. Сегодня с вами Камышова Лидия, и это видео будет посвящено теме «А нужно ли знать арабский язык в Дубае?». Вы, наверное, уже читали некоторые мои статьи или видели видео с моим участием. Для тех, кто не видел, хочу повторить, что я в Дубае нахожусь с сентября. Здесь я занимаюсь тем, что преподаю арабский язык, даю частные уроки арабского языка. Сама я арабский язык учила в России, в педагогическом университете в Москве, также проходила практику в Иордании и затем жила в Иордании на протяжении трёх лет. Преподаю я литературный арабский язык и, в общем-то, обладаю информацией в этой сфере по поводу арабского языка. Что касается языков в Дубае, то, конечно же, самые популярные языки здесь — это английский язык, это индийский язык, поскольку очень много приезжих из Индии, это филиппинский язык, на котором говорят в Филиппинах, ну и арабский язык. Арабский язык не самый популярный, но всё-таки это государственный язык, и местные жители, и приезжие арабы говорят на нём. Арабский язык в Объединённых Арабских Эмиратах знать важно, но в том случае, если вы собираетесь работать в госорганах, в каких-то государственных учреждениях, также если вы собираетесь работать в арабских фирмах или иметь непосредственный контакт с носителями арабского языка, то есть либо с местными жителями арабами, либо с теми арабами, которые приехали из других арабских стран. Как мы знаем, у нас 23 арабские страны, в их число входят Иордания, Палестина, Ливан, Сирия, Ирак, также страны Северной Африки — это Египет, Марокко, Ливия, Тунис. Также и здесь, по соседству с Эмиратами, это Оман, это Саудовская Аравия, ну и есть Кувейт, Бахрейм и ещё ряд других стран. Поэтому если вы не будете иметь контакта с носителями арабского языка, то арабский язык вам, в принципе, не нужен. Разве что если вы хотите открыть для себя новую культуру, постичь истоки арабского языка, истоки, может быть, исламской культуры, то тогда да. Знание арабского языка влияет на то, какую работу вы можете найти. Если вы владеете английским языком на хорошем уровне, то, конечно же, у вас большие шансы найти работу в любой фирме, везде английский язык нужен. Но если вы вдобавок к этому ещё знаете и арабский язык, то ваши шансы повышаются найти более интересную работу, более высокооплачиваемую работу, то с большими перспективами и карьерным ростом. Если вы не знаете английский язык и знаете только арабский язык, у вас есть шанс найти какую-то здесь работу, может быть, в местной фирме, в арабской фирме, где не нужен английский язык. Но это сложно, и, как правило, работодатель в первую очередь смотрит на знание английского языка. А арабского уже как дополнительного, как бонус, какой-то дополнительный плюс. На данный момент у меня примерно где-то 11 человек моих студентов, и их всех можно разделить на две категории условно. Это взрослые люди, которые решили выучить арабский язык по разным причинам. Кто-то потому, что живёт уже некоторое время в арабской стране, и решил, почему же я не выучу, пока я здесь живу, родной язык этой страны. Я смогу для себя открыть какие-то новые знания, новую культуру. И есть вторая категория людей, которые привели своих детей, скажем так, учиться ко мне, поскольку они учатся здесь, в здешних местных школах. Везде, как мы знаем, арабский язык обязательный. Поэтому, будь это английская школа или русская школа, вам нужно учить арабский язык. Поэтому, если дети имеют какие-то сложности, они приходят восполнять пробелы в знаниях ко мне. Могу привести пример. У меня есть двое детей, которые недавно приехали. Их семья переехала работать и жить в Дубай. Дети уже не учатся в первом классе. Это где-то второй, третий класс. Приехали не в школу, поступили в класс и поняли, что все дети уже знают арабский язык на каком-то уровне. Они с первого класса его изучают, то есть могут писать, читать. А это новоприевшие дети, которые никогда с арабскими не сталкивались, в арабской стране не жили. Конечно же, ничего об арабском языке не знают. Поэтому есть сложность влиться в учебный процесс, влиться в класс, так сказать, и разговаривать, и учиться на арабском языке на том же уровне. Эти дети у меня учатся некоторое время, может, не так давно, скажем, скоро будет, возможно, месяц. Чем мы с ними занимаемся, это восполняем пробелы. То есть сначала мы начали с нуля, начали снова изучать буковки, как они произносятся, как они пишутся, как они складываются в слова, какие образуются слоги. И потихоньку начинаем читать. Оценки уже в школе пошли вверх, и появляются отличные оценки. Что касается взрослых, то у меня есть яркий пример. Моя ученица, которая пришла ко мне обучаться с нуля, ничего не знала об арабском языке. Может быть, какие-то отдельные слова, которые были услышаны на улице или в общественных местах. Мы начали тоже с ней изучать звук, чтение, написание, грамматика. Сейчас у нас уже около чуть меньше 20 уроков. Эта ученица у меня может писать, читать, выполнять какие-то грамматические задания. Мы уже дошли до того уровня, что это без ошибок выполняется. Ну и рассказать о себе, то есть какой-то самый такой простой, построить диалог, сказать, откуда я, чем я занимаюсь, где я живу, какая у меня обстановка вокруг моего. Тех, кто начинает интересоваться арабским языком, тем, чтобы его выучить, почему-то такое у них возникает ошибочное мнение, что можно легко научиться говорить на арабском языке, поскольку мы тут живем в арабской стране, почему бы не насобирать разных фраз и вот уже и говорить на арабском языке. На самом деле, изучение арабского языка это как изучение любого другого языка, как английского. Как мы его изучали? Мы изучали сначала буквы, грамматику, набирали словарный запас и начинали говорить, но на правильно грамматически построенных предложениях. Также и арабский язык. Для того, чтобы на нем разговаривать, вы должны понимать структуру языка, структуру предложений, почему и когда, в какое слово нужно вставить в предложение, в каком роде, в каком падеже его употреблять. Поэтому, конечно же, начиная изучать арабский язык, нужно начинать его изучать с нуля, с букв, написания, чтения. Вы, конечно же, можете начать учить его просто разговорный язык, но это будет очень ограниченное знание, когда вы можете сказать какие-то фразы, поддержать даже какой-то примитивный диалог, не выходя уже за рамки того набора слов, которые вы знаете. В Дубае достаточно много курсов арабского языка, можно найти в любых университетах, в каких-то частных образовательных учреждениях. Как правило, здесь преподают арабский язык, это носители языка из разных стран. Как правило, это происходит на английском языке. Есть также курсы с русскоязычными преподавателями, и есть частные преподаватели, как, например, я. Конечно же, для тех, кто интересуется арабским языком, для начала я вам посоветую, если вы все-таки решили учить серьезно арабский язык, вам нужно выбрать преподавателя, который либо носитель языка говорит на русском и хорошо знает грамматику русского языка, либо русскоязычного преподавателя, который вам будет преподавать арабский язык. Это для первой ступени, чтобы набраться грамматики правильного произношения и наложить уже грамматику, знания грамматики арабского языка на знания вашего русского языка, чтобы у вас не было каши в голове, не перемешалось все это с английским и не вышло какой-то непонятной субстанции, либо вообще пропало желание учить арабский язык. Вообще, я считаю, что арабский язык для русских людей не сложен, потому что структура предложений в арабском языке очень похожа на структуру предложений в русском. И особенность изучения арабского языка, я считаю, состоит в том, что вам просто нужно набраться терпения и даже через «не хочу», может быть, какое-то первое время изучать этот язык, если вы уже за это взялись. И дождаться, допустим, у меня это, я считаю, где-то 15 уроков забирает, когда человек набирает информацию, а потом это начинает выстраиваться у него в общую картину, уже начинает человек понимать логику арабского языка, и поэтому потом уже, как по накатанной дорожке, это всё становится легче и легче. Поэтому особенность — это просто дождаться вот этого момента, когда у вас выстраивается картина общая об арабском языке. Это не так долго занимает время и не так сложно. Не бросайте это сразу. Если возникла какая-то первая сложность, потерпите, и это вам воздастся. Первая трудность при изучении арабского языка — это произношение букв, потому что в арабском языке, как правило, все буквы, они гортанные. Это у нас всё произносится тут на поверхности, скажем так, очень легко, и ротовые такие звуки. В арабском много межзубных звуков, много гортанных звуков задействует... При произношении задействуется также корень языка. В общем, это первая сложность. Произношение букв, произношение, потом сложение букв в слова. Но это всё преодолевается, это просто нужна практика. Вторая сложность — это у многих складывается впечатление, что арабская вязь, арабское письмо — это очень сложно, непонятные вообще закорючки, какие-то точки. Вот как это всё складывается в слова, неизвестно. На самом деле написание арабских букв очень простое и проще даже, чем и русский язык. Все буквы арабского языка мы можем разделить на группы, и для этих групп есть какая-то определённая основа буквы, и отличаются они лишь постановкой точки. Всё это легко запоминается, и с практикой становится ясно. То есть во всём, конечно, нужно время, терпение и практика. Разговорные навыки вы можете попрактиковать с друзьями арабскими, если они у вас есть. Вы можете слушать арабское телевидение, повторять какие-то предложения, которые были сказаны, запоминать новые слова и просто сами с собой строить диалог. Ну и сейчас хорошая возможность появилась. Мы организовали разговорный клуб, Arabic English Conversation Club, Yalla Yalla. Вы можете присоединяться к нам, приходить, участие бесплатное. Мы будем разговаривать с друг другом, делиться своим опытом, своими знаниями, какими-то новыми словами, запоминать новые правила, возможно, и просто преодолевать языковой барьер и страх говорить на иностранном языке. А сейчас я хочу дать несколько советов для тех, кто решил изучать арабский язык. Так же, как и при переезде в Дубай, когда вы сначала просто думаете, ой, я хочу приехать, и просто думаете, ой, я хочу изучать язык, вы должны принять для себя твердое решение. Да, я хочу понять для себя, зачем вы это хотите делать, и понять, что это возьмет у вас какое-то время, займет какое-то время. И вам нужно будет это время уделять языку, тренироваться, писать, прописывать, учить. То есть возвращаетесь в такой учебный процесс. Не сдаваться при первой же сложности, все это преодолимо, просто нужно терпение. И, конечно же, не стесняться при любой возможности, если у вас есть возможность уже применить знания, которые вы получили, какие-то просто отдельные фразы, слова, обязательно говорить. Во всех практически здесьшних кафе, ресторанах есть официанты арабоговорящие, и можете с ними практиковать такие слова, как «спасибо», «пожалуйста». Если вы уже научились читать, также меню всегда есть в ресторанах, например, на английском и на арабском. Попробуйте прочитать по-арабски какие-то блюда. Если вы едете в метро, там объявляют станции на английском и на арабском. Слушайте, как они говорятся на арабском, и все это запоминается. Каждая возможность здесь, в арабской стране, должна быть использована. И также для тех, кто еще не решил учить арабский язык, но подумывает об этом, даже если вам в жизни никогда не пригодится этот арабский язык для работы, вы всегда сможете это использовать в своих личных целях, для того, чтобы открыть для себя новый мир литературы, каких-то новых знаний, культуры, потому что арабский язык – это ключ к понятию арабов, их культуры и религии. Спасибо большое всем за внимание, надеюсь, что мое видео было полезно, информативно. Желаю всем хорошего дня, удачи в поисках работы тех, кто ищет, удачи тем, кто уже работает. Видео было подготовлено мной, Камышовой Лидии, специально для проекта Индубай. И прошу всех, кто посмотрел это видео, в комментариях написать, а какими языками владеете вы, и какие языки вы бы хотели изучать. Всего вам доброго, до встречи!